МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это один из самых любимых парков у минчан. Когда мы даже въезжаем в город Минск, приближаемся к центру, это Площадь Победы. Это символ не только партизанского района, но и города, да и республики в целом. Белорусский государственный церк. Фактически центр исторический. В нем интересно находиться, в нем интересно гулять. Партизанский район славится насыщенной культурной жизнью. Здесь расположен один из старейших кинотеатров в столице – «Мир». Свои двери для зрителей он распахнул в 1958 году, а уже через 20 лет здесь появился первый в республике стереозал. В партизанском также расположен единственный монографический музей в Беларуси – мемориальный музей-мастерская «Азгура». В этой студии на протяжении 11 лет трудился скульптор Заир Азгур. В этих стенах он создал более 50 своих произведений. Еще одним уникальным местом на карте партизанского района является поселок Тракторного завода. Все эти маленькие уютные дома были построены сразу после войны для работников Тракторного завода. Именно на это предприятие в советские годы возлагали большие надежды. Первый трактор собственной конструкции. Тракторист настолько волновался, что он не сумел завести трактор. И так получилось, что это многотысячный митинг. Руководство республики, руководство Советского Союза не едет трактор. Это был шок. Но мудрость коллектива, его слаженность была такова, что люди не подошли. Им никто ничто не сказал. Они не толкали его руками, не просто стали так плотно к трактору и тихонько двигались, что трактор двигался вместе с ними. И в какой-то момент кто-то так по-свойски дал подзатыльник трактористу, тот пришел в себя, и трактор завелся и поехал. И с этого момента началась школа становлением белорусского тракторостроения, которое признано сегодня в мире. Транспорт будущего, электробусы. Совсем скоро выпустят партизанский район на улице нашего города. Партизанский – это не только самый большой индустриальный район Минска, но и спортивный потенциал города. Новые тренажерные залы, спортивные комплексы, площадки, стадионы, теннисный корт, лыжероллерные трассы и бассейны. В 2014 году на территории района был открыт современный спортивно-оздоровительный комплекс «Трактор», а в сентябре прошлого года жители района получили в подарок уникальный парк уличных видов спорта. В «Партизанском» уверены – воспитание молодежи – важная цель на пути к успешному будущему. Именно поэтому здесь уделяют огромное внимание образованию. Сегодня в районе работают 27 учреждений образования. Партизанский – весьма перспективный район для строительства. Мы новое строительство будем ввести в поселке «Тракторостроителей» со сносом двухэтажных жилых домов. То же самое мы будем делать в квартале улицы Столетова, Филимонова, Авангардная в будущем. В некоторых местах будет снос частного сектора со строительством жилых домов. А также начнется уже в 2018 году освоение территории Заминской кольцевой дороги, которые были присоединены к району в 2012 году, со строительства нового микрорайона. «Партизанский район» – его название всегда будет напоминать нам о героической борьбе, которую вели белорусы против немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Ветеранская организация в районе уделяет большое внимание ветеранам и войны, ветеранам и труда. Мы работаем по типу волонтерского движения, навещаем их, посылаем открыточки, поздравительные, праздникам, к их юбилеям, к дням рождения. Эта категория, конечно, вызывает такое нежное и доброе чувство к ним, и хочется вот их вот эти годы скрасить. «Партизанский» – это развитый промышленный, культурный, спортивный и образовательный район нашей столицы. Все эти достижения добыты совместными усилиями жителей и администрации. Вместе уверенными шагами они идут к своим целям и строят свое будущее, которое без всякого сомнения будет таким же славным, как и его настоящее.